С января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%. Социальный фонд беззаявительно проведет перерасчет пенсий с учетом индексации. В Дагестане она затронет более 566 тысяч граждан, чьи выплаты будут в среднем умиличены на 1600 рублей в месяц. В результате средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам вырастет до 23 400 рублей. Стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 133 рубля 5 копеек. Размер фиксированной выплаты страховой пенсии составил 8 134 рубля 8 копеек. В текущем году повышается возраст выхода на пенсию по старости для женщин 58 лет, а для мужчин 63 года. В январе также повышается прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Прожиточный минимум в республике Дагестан также повышен с 1 января 2024 года до 12 093 рубля. Таким образом неработающие пенсионеры, чьи доходы ниже прожиточного минимума, таким гражданам, таким пенсионерам будет установлена федеральная социальная доплата до уровня прожиточного минимума в республике вместе с пенсией 12 093 рубля. Повышение коснется и единого пособия, которое социальный фонд Дагестана сейчас предоставляет родителям более 660 тысяч детей и более 37 тысячам беременных женщин. В зависимости от дохода поддержка может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума для детей в 2024 году. В Дагестане это 13 745 рублей. Для беременных женщин для расчета пособия учитывается прожиточный минимум для трудоспособного населения. В 2024 году это 15 328 рублей. Декретные пособия и выплаты выросли почти в полтора раза. С 1 февраля социальный фонд проиндексирует на 7,5 процентов материнский капитал. Его размер на первого ребенка увеличится на 44 тысячи рублей и составит 630 967 рублей 72 копейки. На второго ребенка увеличится на 58 тысяч рублей, что равно 833 800 рублей 37 копеек. Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Стоит отметить, что социальный фонд начинает поэтапно запускать единую цифровую платформу, которая будет широко использоваться в социальной сфере для решения различных задач. Как часть этой большой системы с января начинает работать федеральный реестр нуждающихся. Его данные будут помогать с определением граждан, которым необходима поддержка государства и таким образом более адресно предоставлять помощь. Реестр позволит обеспечивать мерами поддержки такие категории населения, как ветераны труда и ветераны боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты, студенты и многие другие. Продолжение следует...